На протяжении 2023 года, всю зиму с 2022 на 2023, но особенно в 2023 году, мы в этой студии и в других студиях постоянно кричали по поводу необходимости строительства фортификации. Ну, это уже просто банальная тема. Но ключевой посыл заключался в том, до какого момента мы будем тратить ресурсы на второстепенные и третьестепенные вещи. И вот когда НАЕМ, наш любимый НАЕМ, который возглавляет это агентство видновления, говорил о том, что важно возобновить нормальную жизнь в приграничных регионах и поэтому строить школы в 10 километрах или в 15 километрах от передовой или границы с Россией. Это в порядке вещей. То теперь хочется сказать, ну что НАЕМ, ну что вот эти все ребята, Шмыгальтам и все остальные, которые занимались распределением вот этого безумного огромного количества бабла, которое шло на строительство этих мостов недалеко от передовой, когда можно было ограничиться, значит, этими понтонами, как это было в начале войны, когда разрушили мосты возле Киева. Ну и все нормально ездили через эти понтоны. Да, конечно, тут можно уже сделать бы их было, потому что все-таки как-никак глубокий тыл. Но когда где-нибудь там возле Изюма или где-нибудь в районе Купенска строили, восстанавливали там всякие мосты или же строили в школу в Старом Салтове, я читал там в Чугуеве, повосстанавливали, вложили десятки, сотни миллионов гривен в восстановление лицеев и школ, то я задаюсь вопросом, ну это же безумие, когда вся страна вот так вот в едином порыве кричит, какие вот духотворенные выпускники ночью ходят по Харькову, то у меня волосы дыбом. Ребята, это же вообще совсем не о том. Там не должно быть никаких выпускников. Я просто, ну не знаю уже в какой, 250 раз говорю, что выпускники давно должны были быть где-то на Западной Украине, или в центре, или в Киеве, отселены вместе с родителями, и вообще всеми лишними, которым, ну нечего делать в Харькове, который мало того, что находится под обстрелами, сейчас под обстрелами ракет находился, сейчас может оказаться под обстрелами РСЗУ, потому что сейчас идут, все смотрят на Волчанск, а надо смотреть на Липцы, потому что если россияне дойдут, возьмут Липцы, то там уже с расстояния в 20-30 километров они смогут начать обстреливать Харьков с РСЗУ. И жизнь, соответственно, в городе, в котором сейчас разрушены ТЭЦ, она станет, ну не то что невозможной, но очень-очень проблематичной. Так вот, это вопрос просто здравого смысла. И чем мы бахвалимся, как бы, что поставляем под риск наших детей, у которых жизнь только начинается, и показываем, что это героические дети, и тем самым рискуем потерять их жизнь в любой момент, потому что россияне могут нанести удар по Харькову в любой момент. Ну, это неправильно, это просто преступно в моем понимании. На месте Кабмина давно можно было бы сделать аудит всех, я как раз недавно разговаривал на этот счет, сделать аудит всех санаториев, всех гостиниц, которые там находятся вокруг Киева, и вокруг Киева, вокруг Львова, в Прикарпатии, в Черновцах, я не знаю, в Центральной Украине, у нас полно всех этих ведомственных раньше бывших, неведомственных, частных санаториев и инфраструктуры, где раньше люди отдыхали, или рекреации. И, соответственно, возникает вопрос, но это же элементарно провести аудит, походить, поспрашивать, посмотреть, что в той же самой пущей водице, а я вам могу сказать, что там достаточно много санаториев стоит полупустые, особенно если это государственные санатории, так выделить туда целевое финансирование на то, чтобы они круглый год содержали этих беженцев. Они там могли жить, вот они там устраивались, и как только это определился с жильем, туда же уже можно тянуть в эту локацию, тянуть, если ты не хочешь строить жилье, я не говорю про программу строительства жилья, домика вот этих вот, в духе Самосева, там, о которых мы говорили, и не Самосева, да, тоже 250 раз говорили, но, по крайней мере, есть куча жилья, и есть куча вот этих санаториев, куда можно было сотни тысяч людей перенаправить и не держать их в этих несчастных пригородных городах и селах, потому что русские отселяют из приграничной зоны, отселяют население, совершенно очевидно, потому что, ну, там нечего делать, население оказывается в постоянной, под постоянной угрозой потери жизни, там, либо ранения. Зачем бабушку, там, где-то в районе Казачьей Лопани, там, или Ут, как бы, там держать, или, я не знаю, там, Великописаревка, там, да, вот, зачем вот там их держать, и чтобы эти несчастные люди сидели, дожидались смерти, либо вторжения, когда можно спокойно перевести за государственный счет, перевести вот в такой санаторий, чтобы она сидела, получала там свою же пенсию, но, по крайней мере, сидела в тепле и обеспечена со стороны государства минимальными гарантиями безопасности, которые бы, ну, позволяли, опять-таки, тем же самым родственникам, возможно, донатить больше на фронт, вот, а не думать, как бабушке привезти, там, генератор, там, и все остальное, потому что, ну, потому что она сидит в холоде, непонятно в чем, вот, и с постоянной угрозой, что туда прилетит снаряд. Вот, мне кажется, это самоочевидно, это то, что сейчас вот должно этим заниматься государство с утра до вечера, думать о том, как перед отопительным сезоном эвакуировать приграничные города и приграничные села, и действовать уже сейчас, потому что, если начнется широкомасштабное наступление летом со стороны россиян, то, ну, уже потом, как бы, нужно будет действовать с колес, а сейчас нужно просто разворачивать всю эту инфраструктуру прямо здесь и сейчас, тем более, что мы понимаем, зима будет тяжелой, если война затянется, а все говорит о том, что, ну, россияне, как бы, играют в длинную, и россияне готовят всю инфраструктуру, которая позволит им играть вот таким образом. То, соответственно, куда мы потом будем притыкивать детей, стариков и просто мирных жителей? Опять уедут за границу, так многие не вернутся, а государство жалуется о том, что мы теряем людей, так мы создаем же сами условия для того, чтобы люди, которые потеряют там жилье, как сейчас вот жители Волчанска там перебегают, вот, и, ну, и все задаются вопросом, а где нам жить и чем нам заниматься там, да? И это неразрешимая, ну, не неразрешимая задача, я в этом уверен там 100%, поскольку деньги на это есть, если мы потратили, если сегодня Кличко заявляет, ну, не Кличко, а Киевгорсовет, заявляет, что собираются потратить 14 почти миллиардов гривен на строительство двух станций метро на, господи, выскочила из головы, на виноградар, на виноградар, 10 лет они его строят, за 10 лет Китай построил полноценную сеть высокоскоростных дорог, ну, вот эти вот, которые 300 километров ездят, от Ланкина до Шанхая за один час доезжаешь, 330 километров, садись в поезд, который там не очень дорого стоит, и погнал. Так вот сейчас, не сейчас, а не с 2008 года, за 10 лет весь Китай практически, особенно приморскую часть, они просто залили этими сетями. Мы, мало того, что несчастные две станции не можем достроить в Киеве, так мы сейчас во время войны на полном серьезе выносим тему с строительством этого метро, когда еще Демеевскую не привели в порядок, хотя они там в начале июня обещали, посмотрим, как они это сделают, но они обещали закрыть эту ветку, которая, как мы знаем, оказалась подтопленной, и жители Теремков в Киеве не могут нормально добираться в центр. И, собственно говоря, тут просто поневоле задаешься вопросом, но это же чистой воды безумие тратить на это все деньги. Да, метро понадобится после войны, конечно, как-то мы без этого метро обходились и обойдемся еще какое-то время. И когда приводит аргумент, что метро можно использовать как убежище, то я задаюсь вопросом, ну, тогда стройте убежище, потому что две станции на 300 тысяч или 400 тысяч, сколько там живет на Виноградере, ну, две станции на 300-400 тысяч, когда там нет убежищ, нормально, то, ну, зачем эта профанация, ну, зачем эта профанация, ну, это же просто как бы чистый распил бабла, который закончится тем, как вот сейчас окажутся в ситуации, могут оказаться, не дай бог, жители Харькова, которых будут из Липец опять расстреливать орки, потому что проебали, будут нам говорить. Что-то не построили, какие-то фортификации не построили, какие-то минные поля не положили. Кстати, вопрос, почему Украина до сих пор не вышла из, значит, этой конвенции по противопехотным минам. Но если очевидным образом нам это необходимо для того, чтобы защищаться, это очень простой и эффективный способ, так надо выходить, чертова матери, с этой конвенции, производить эти мины, это стоит дешево и сердито, и либо покупать их там, где можно, а лучше и покупать, и производить как можно больше, и засеять это всю приграничную зону, чтобы не было повторения того, что происходило в Волчанске, где наши воины сбрасывали с камер видосики, как россияне спокойно перешли границу и двигались в этой серой зоне. Вот это просто вопросы, которые лежат на поверхности, но на которые никто не хочет отвечать. И, соответственно, если мы не будем, если мы просто не повысим сейчас темп вот этих организационных изменений, то я не знаю, на что Украина надеется, на что мы все будем надеяться. Потому что сегодня всем очевидно мы живем за счет экономики Запада, за счет этого костыля и тех организационных способностей, и эффективности, которые дает Запад. И если бы этого не было, уже бы давно произошел швах, поскольку харьковская ситуация в очередной раз напомнила, что абсолютная близорукость, абсолютное нежелание посмотреть правде в лицо, абсолютное нежелание задумываться над элементарными вопросами, а только стремление пилить, 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 пилить под какие-то безумные проекты, еще и по ходу вытягивая из доноров деньги. И из населения, потому что население, оно тоже как бы не в самой лучшей кондиции находится, потому что экономика медленно, но верно загибается.